родители как я вас на а так вот получилось что у меня получилось купить билеты короче что я хотел сказать я только что сделал тест на ковид боже как же я ненавижу эту процедуру когда тебе в мозг палочку вставляют это трындец потом для чувства крови фу до сих пор не могу отойти я сейчас иду целый час простоял очередь сколько сейчас время сейчас 1104 ну вот да где-то ровно час я простоял в очереди пришел я в 10.04 примерно и ушел короче что надо было раньше приходить в общем вот мой музыкальный магазин где я покупал гитару кстати говоря сейчас я иду домой они сказала что они собираются поехать в супермаркет и попросил поехать вместе с ними и не тим тоже поедет но я теперь не знаю не вижу смысла на самом деле ехать вместе с ними потому что я узнал что сыр я перевести не смогу поэтому потому что у меня нету багажа так можно было бы хотя бы купить вино сыр засунуть багаж и поехать вместе с ним но у меня будет только ручная кладь поэтому вручную кладь естественно больше 100 миллилитров нельзя класть а бутылка вина 750 миллилитров минималка они не минималка кстати есть меньше но и они сказала что если меньше чем 750 миллилитров в бутылка вина это не вино хотя я на самом деле не видел таких вот вот я не могу отойти у меня до сих пор в носу палочка торчит в общем вино вот и и сыр тоже получается ну я думаю я могу взять один кусок сыра типа типа с собой похавать но блин я на самом деле не уверен что это хорошая идея скажем так потому что а вдруг отберут да ну на короче приеду я без подарков разве что могу купить что-нибудь видите ты там конечно дороговато но если в евро смотреть то не так уж и дорого в принципе если считать сравнивать с тем что ну я здесь покупаю там это в евро тоже то получается один на один выходит короче завтра после обеда я уезжаю париж у меня будет три часа свободного как три часа два часа свободного времени чтобы погулять по парижу в принципе у меня час занимать дорога пешком от станции одной до станции другой то есть просто я смогу медленно пройти этот путь поделать поделать фотки там подобное в принципе не будет у меня много времени я мог бы пройти кстати через эйфелеву башню у меня кое-кто очень сильно попросил не делать это потому что у меня по идее через нее путь лежит но я не буду это делать ладно короче потом меня ждет естественно самолет и автобус домой поэтому меня ждал автобус домой вот я вот таким вот образом встретил вот мы собираемся в магазин поехать нитин подстригся это хорошая машина малюточка а если ты уже знал все просто прикольное покупки клиента но кааа парад даже да с масштаб с и Бетилл Бетилл Выбирают Нитину курточку Ну-ну-ну, все, 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 все Повест Куртка Всего за 30 евро Вообще Куртка для Нитина, короче, за Это вообще шик Билл себе шапку За 5 евро Вообще, классно Красоту Это все фуаграм И это Конфитюр из вина Посмотрите на эту красоту Вы умеете Посмотрите на эту красотищу Я не знаю, я сейчас голодный Я хочу съесть все здесь И сыры О, кстати, наверное Я возьму какой-то из этих сыровчиков Пожалуй Не могу с Нитина Этот шевалье Постоянно где-то теряется Мы ходим с Ани, выбираем, что купить Короче, Нитин постоянно пропадает где-то Мы уже что скупились Я звоню Нитину, чтобы он привез эту тачку Потому что он куда-то уехал Как ребенок, честное слово О, мороженое на сегодня Все макаруны за Перестань меня толкать За 5 евро Вообще это А, ну ладно, не 5, 5.50 Ну, у меня шапка 5 евро стоила, чтобы вы понимали Видели такие вообще фрукты когда-нибудь? Лера Суши в супермаркете Они хорошие И вот сколько они стоят Посмотри Ладно, вот такая упаковочка 6.50 А вот это, посмотри 19 евро 600 чем-то грио А вот 30 евро 30 евро 30 евро Все Ждем маму Она пошла покупать нам какие-то подарки Пока они вышли опять Это все Нятин 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 Ухуууу!!!! Ха 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 ОК КОМ ОН захерпнет... Как это закрыть? Эхэ maps А дальше? Габриолет Посмотрите на этого модника вообще Взгляди Шарфик такой Крут модный теперь Жилье Рапа Ага Короче тут После После Пупок поехали встретить Пьера Мы спрятались Мы спрятались Для того чтобы его встретить Он поехал на велосипеде Они говорят что это звезда А мы папарацци Которые его преследуют Сейчас она забибикает Адьер Адьер Адьераш испугался Говорит что Говорит что Говорит что Я очень счастлив что мы его встретили Попробуем Как разве Пох большому Здесь конечно Сады Вообще Яблоки растут Это поезде Вот мое путешествие и началось. Они меня подвезли. Сегодня с утра я поел, приготовил себе покушать, собрался полностью, потом второй раз приготовил себе покушать, через час покупался. Все, они меня подвезли, встретили, подвезли меня до вокзала. Вот я сейчас на вокзале. И сейчас буду искать свой поезд, потому что она мне вроде как объяснила, где это находится, но я как бы ни хрена не понял. Сейчас будем искать. Вот я уже и на вокзале. Сейчас через пару минут у меня будет уже поезд. Через 8. Я сейчас иду на свою платформу. на Вуатюх-17. То есть, тут, короче, показывается, где будет останавливаться вагон номер 17. Не то, что у нас. Поэтому я сейчас иду на свое место. Приедет как раз поезд. И я сразу зайду. У меня не было времени все это записывать. Я очень сильно волновался. Теперь я не так сильно волнуюсь. Вот вокзал. Вот это вот такие вот поезда. В принципе, такой же окраски, такой же формы. Не знаю, автобусы тут же в Анже. Чистенько, красивенько. Вот такие вот штуки есть. Сейчас покажу. Показывается длина поезда. И место, где ты находишься сейчас, вот красненьким. То есть, вот я сейчас нахожусь на месте, где припаркуется 18. У меня 17. То есть, мне надо чуть-чуть отойти вправо. Ну все, вот я уже вышел из Парнаса. И я в Париже. Пока. Пока где-то далеко. Ничего не понятно. Но сейчас буду двигаться по пути, ну, к своему назначению. И, в принципе, по ходу постараюсь поснимать, поделать фотографии каких-то классных, может быть, вещей. Не таких, как вот это вот огромное здание, которое на меня такое ощущение, что сейчас упадет просто. А что нематериально красивого. Пока, пока ничего такого. Вон, вон на приезд. Можно пойти водички купить. На самом деле, очень писать хочется. Я на вокзале не нашел, где пописать могу. Вот он, мой общественный туалет. Вот он, впереди. Вон он. Походу мне туда. Месяц заканчивается. Зима. Зима. А Пари... Красиво, да? Какой? Собор. Я пока не знаю. Не знаю, что это. Я не хочу сейчас пока разбираться во всем этом. Я сейчас просто иду, гуляю по Парижику, типа, короче, я ничего не знаю, я ничего, ничем не интересуюсь, потому что жду, когда мы это сделаем с Лерой. Прикольное такое просто место. Вообще, каждое место в Париже прикольно выглядит. Но это прям вообще какое-то такое... Очень болит спина от языка. Зачем я взял ноутбук, я так и не понял. Уже как к зиме подготовились. Красиво. Что я могу сказать? Брусчатка везде. Я понимаю, что Париж, там все дела. Но я реально задолбался ходить. Он реально большой. И рюкзак, который у меня, он очень тяжелый. Очень тяжелый. У меня... Я весь мокрый. Болит все. И я вот шел по главному бульвару. И, честно говоря, вот если не смотреть там на вывески там Диор, Кортье, я не знаю, Луи Витон и тому подобное, и на вот это здание, конечно же, то складывается впечатление, что ты в Киеве находишься. Ну, вот именно конструирование вот этого бульвара, домики и тому подобное очень Париж напоминает. Сейчас я немножечко облегчу вес своего рюкзака, съем один бутербродик и пойду дальше. Итак, спустя два часа Андрюша добрался наконец-то до Порт-Майот. Это площадь, я так понимаю, но меня интересует не сама площадь, а шаттлы, которые здесь находятся. Я понятия не имею, где они находятся. Мне мужик подсказал, что вот там вот, чуть-чуть с другой стороны. Этот шаттл, на который билет я купил уже очень давно, задолго до билета на самолет, он одноразовый и можно просто воспользоваться, но он не временный. То есть, когда воспользовался, тогда и воспользовался. Вот. То этот шаттл меня отвезет прямо в аэропорт и все будет чики-пуки. Да, да, вот. Бове. Все, я нашел. Так. Я прилетел в Украину. Я во Львове. Уже как три часа. Выживаю как могу, потому что тут холодрыга, конечно, трындец. Просто ужас. По сравнению с Францией, это нечто другое совершенно. Вообще, я не ожидал, честно говоря. я вот на Львовском вокзале сейчас нахожусь. Через минут десять, скорее всего, надеюсь, приедет мой автобус. Я звонил, узнавал, он чуть-чуть опаздывает. Ну, ничего. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Отправлюсь. Я вот закупился тут едой кое-какой. Сок взял, водичку, кабаносы погрызть в дороге. Вот. Спать я не знаю, смогу ли или не смогу. Надеюсь, сяду возле резетки. Подключу ноут, буду сидеть фильмы смотреть или еще чего. Потому что книжкой я начитался за время поездки. И в автобусе, и в поезде, и в самолете. Короче, если нет, то, конечно, читать буду. Попробую поспать. Подушку ушу, я зря с собой таскаю. Где она там? Ничего не видно. Кстати говоря, интересный такой занимательный фактик. Вот там вот лежит груда мусора. Вот там вот, вот-вот-вот. Вот прям возле моего уха. Вот там вот. Это груда мусора в таком огромном целлофановом пакете. Огромном целлофановом пакете. и оттуда, если с другой стороны зайти посмотреть, то там внутри этого пакета, внутри этой грубы мусора лежит мужик и курит. Просто один бычок видно. Это вообще такое дневнятное. Короче, я практически все это время сидел в Франсуа, пил кофеечек два, ждал, потому что, блин, холодно, просто до ужаса. Сейчас решил выйти уже, чуть-чуть осталось времени, то я думаю, выйти. Немножко подзарядил телефон. Что такого интересного? ничего интересного. Очень быстрая была посадка в БВ, потому что очень мало людей, аэропорт маленький, но в самолет был полностью забитый, то есть вот это вот то, что они сделали, то есть люди, которым нужно было ехать, ну, отменили, я имею в виду, все рейсы, один этот оставили, что-то люди, наверное, все, кто должен хотел ехать, они перекупили билеты на этот самолет, было очень много людей, я сидел с краю, возле прохода, в принципе, нормально, никто не вылазил, два часа всего летели, очень быстро, в принципе, пролетели, мы только поднялись, и тут они объявляют, что вот уже идет посадка, короче, то есть очень все быстро, хорошо, девочки все в масочках, в этих перчаточках, короче, но приехал сюда, как видите, без маски, тут, я первое время ходил в маски, люди на меня так смотрели, странно, потому что, ну, во Франции маски на улице нужно ходить, а тут это не обязательно, вот, Львов даже ночью, очень даже красивый город, везде брусчатка, собор красивый, там где-то был, вот, первое сообщение от Нитина, говорит, будет свободное время, позвони они, скажи, что все хорошо, она просила, когда я ее уже написал, провел голосовое, то она уже спала, завтра позвоню, вот, в принципе, вот так вот, меня, короче, сейчас ждет еще 15 часов дороги в этом сраном автобусе, я чувствую устану катастрофически, ну, ничего, все будет хорошо, что еще такого интересного, а, по Парижу вот это прошелся, конечно пешком, очень болит нога, теперь прям не могу, именно под коленкой, не спереди, а сзади получается, и я когда вышел из самолета, то я аж хромал, не знаю, что это такое было, странно, короче, надеюсь, билет не нужно было распечатывать, потому что, блин, ну, а как, как я его распечатаю на этот автобус билет, надеюсь, все будет нормально и ничего такого меня не потребует. Прилетел, кстати, вот, за что я хотел сказать, прилетел, думаю, ну, пройдусь тут недалеко, типа, до вокзала, от аэропорта, типа, ну, пешком там часик пройтись, я же как-то прошелся по Парижу, полтора часа шел, то тут вышел, тут дождь капает, но сейчас нету, дождь капает, холодно, садились было два градуса, они объявили, но сейчас уже минус, я так думаю, и у меня нету ни денег на счету, я думал, там есть терминал, где можно пополнить что-то, не, ничего такого нету, то есть, я вышел и тупо иду, я не знаю где, а куда идти, позвонить не могу, отправляю Илере бесплатную смс, чтобы она мне перезвонила, она мне позвонить не может, потому что у нее нету денег на счету, отправил Володе бесплатную смс, Илье отправил бесплатную смс, ну, чтобы хоть кто-то мне пополнил счет, потому что ни одного терминала вокруг нету, ну, короче, нарвался на одного охранника, просто спросил, где есть терминал, он такой, пошли, я тебя проведу, короче. Открыл какой-то там какой-то комплекс, был там и бассейн, и отель, что-то вроде такого. Он открыл мне, там терминал был, я быстро пополнил счет на 200 гривен, минималка была, потому что меньше нет. Вот. И уже потом связался, он мне говорит, типа, ты что хочешь пешком уйти, блин, что ты прикалываешься, давай я тебе вызову такси. Он мне вызвал такси, потому что у меня все еще, ну тогда еще не было интернета, он мне вызвал такси, я на такси проехался, но только не до вокзала, я вышел раньше, чтобы зайти искупиться в Сильпо. Вот. Хороший мужик попался такой. Вот. И вот это же, получается, я не пешком прошелся, проехал с Индекси, 60 гривен отдал за 5 минут поездки. Нормально. Это 2 евро. Я приехал во Францию, я все евро переводил в гривны, а теперь наоборот, гривны перевожу в евро. Каждый раз скупляюсь, сотрю там сок, типа 30 гривен, ну 1 евро, вообще нормально, типа, можно взять. Пакетик, там касса, типа, самоотслуживание было. Я все это сделал, ну, все пробил, а потом пакетик взял и начал складывать. А мне охранник подходит, говорит, типа, а вы пакетик оплатили? Я такой, не, не знаю. Он говорит, надо оплатить. Я говорю, а сколько он стоит? Гривна 30, я такой. Окей. Короче, и чтоб только гривны 30 не платить, я еще влайн взял большой. Там еще, когда на кассе об самоотслуживании, там, типа, сдачу выдает автомат. Он мне копейки высыпал. Я такой, спасибо. Копейки мне не спасут. Мне чуть-чуть побольше надо денег. Короче, Лера потом мне уже говорит, ты, это, не провтыкай, там же копейками и 10 гривен выпасть может. А, ну да. Я и забыл совсем об этом. Короче, все, рука отмерзла. Буду прятать, гореться. И Лерка. Андрюха приехал в Николаев. И привез с собой снег. Со Львова, Сумани, Ля. Все замело вообще. Смотри, следы на снегу остаются уже. И Лерка рядом идет. Я счастлив. Счастливый, да? Смотри. Мне ж нас счастливый, Андрюха. Да нет, так не делаешь. Ля, начинается негатив уже, так и делается. Это не такое негатива, все. Просто мы в шоке. В большом шоке. Будет себя по телевизору потом смотреть. Первое впечатление по приезду. Это столовая на заводе. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Еще и елочка стоит. Я вообще в шоке. Лера сидит, балуется с новым планшетом. Просто сидит в инстаграме и слушает музыку. В инстаграме. Музыку. На своем новом планшете. Со стилусом. Покажи стилус. Это Никита. Никита, скажи, он мне подмигнул. Он мне не говорит. Никита, вам сегодня 5 лет исполнилось? Да. Скажите что-нибудь на камеру, пару слов, как вы благодарны всем. Я шучу. Я вот у Никиты спрашиваю. Никита, как ты чувствуешь себя, что тебе 5 лет? Как ты себя чувствуешь? Ну, ответь. Вот тебе сегодня 5 лет. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. А как это проявляется? У тебя память лучше стала или как? У меня память лучше стала. Ну, взрослее ты себя чувствуешь, да? Запоминаешь лучше. Как на работе у тебя? Хорошо. Чем вы там занимаетесь? Как-то такие занятия, знаешь, какие? Сначала показывают на доске, а потом мы сами делаем на листиках. А, то есть вы как бы сами занимаетесь самостоятельно, правда? Нам чуть-чуть понравилось. Ну да, конечно. Это надо, чтобы разобраться, правильно? Потом ты пойдешь выше в класс, да? И будешь в 6 лет уже потом. А потом мы уже в школу пойдем. А потом уже с папой буду на корабле. Вот так вот. Есть мечты, правильно? Да. Папа сказал, будет механик. Значит, будет в доме механик еще один, да? А Поля кем будет? А то и ей проблемы будет. Вы не разговаривали? Нет. Поля кем будет. Поля кем будет. Она пока еще в классе работает. Я потом, я еще думаю весь вечер, кем она будет. Так. И как, что ты мог придумать? Принцессой? Ну, еще не думаю. А ты не предложил мне ничего? Я предложил. А она сказала, что я буду принцессой. Я не сказала, ладно. А, ну пока принцесса. А там уже что получится, да? Ну, давай. Нет. А, друзья. Давай, нас сфотографируем. У нас никогда нет фотографий. Мы провели с бабушками, дедушками. Давайте. Давайте. Смаха. Идите, садитесь. Видите, сфотографируется. Не с вас. Нет. Бабушки и дедушки. Ну что? Попа. Все. Все. Ай, не успел. Я не была в сирожи, но в леса в ухо. И мы в леса далеко бежали. Никит, какое самое вкусное место? У курочки. Полина. Что такая недовольная? Попала попра. А, понятно. Скажи, что у меня... Скажи, что у меня... Я могу... Это попу. Ну, ты как смеяться должен, Никита. Фед, что ты делаешь? Никита. Никита. Какую попу? Фу, Никита. Какое? Никита. Давай садиться. А у тебя есть там лёгко? Понимаешь? Я не садюсь садиться. Валя, а можно... Вот мы, короче, в Киеве, и Лера уже получила визу. Всё. Она едет со мной. Ты красивая, тебе нельзя показывать? Нельзя? Всё, хорошо. Она красивая, но она стесняется. Мы сейчас спустились на Контрактовую площадь. И я просто заметил, в прошлом видео я показывал, что какая вон же ёлка. И вот тут такая же самая ёлка. Вот. Тоже такой вот аттракциончик, карусель для деток. Да, вообще прикольно. Вообще красиво. У нас в Киеве. Мне очень нравится. Сейчас мы пойдём вон туда и будем кушать. Мы с Лерой катаемся. Вон она вдалеке стоит. Сейчас покажу. Вон она вдалеке. Прячется от меня, прячется. Ты умеешь кататься уже? Умею. Мама просто не верит, что ты умеешь кататься. А ты смотри, как уже едешь хорошо. Кто умеет кататься? Плюшка! Две плюшки. Мы накатались с Лерой на коньках. Лера первый раз на коньки встала. Сейчас мы вот возле главной ёлки. Я так подозреваю, что это главная ёлка. Не уверен, но может быть. Вот. Вот такая вот она красивая. Тут вот какие-то там всякие разные штуки есть. Лера, которая попросила не снимать себя. Вот. В общем, гуляем. Сейчас будем скоро идти в KFC кушать и ехать домой. Вот я снова в Николаеве. Сейчас я иду с работы. Ну, с бывшего места работы и будущего. Вот. Меня накормили конфетками. Вот. Напоили кофе. И я пообщался со своими ребятами. Так хорошо было. Почувствовал себя как дома. Вообще, немного скучаю, конечно, за работой. Но не знаю, как-то ностальгия такая. Но я бы, честно говоря, вот если бы совсем что-то сейчас все отменилось бы и то, скажем так, я не смог бы поехать никуда. И сказали бы, ну все, типа все закрылось. Я бы вернулся на работу только туда, только в Арандию. Мне больше вот ничего не надо вообще. Вот. Вот. Если бы меня, конечно, приняли, то там Володя уже вроде собирался уехать, а засиделся. Короче, решил я сюда просто подписать контракт, бумажки. Просто тот контракт, который я должен был видеть еще сто лет назад. В итоге я его подписал только сегодня. Получил конфетки. Вот. Подарок для штатных сотрудников. Я, конечно, не штатный сотрудник. Но конфетки получил. И папе выклинчил календарик на стену. Только ч-ч-ч. Там два просто лежало на столе. Я говорю, можно я заберу? А тебе зачем? Я говорю, не мне, папе. Он очень просил. Ну ладно. Ну как просил, намекал. Вот. Сейчас мы вообще только с поезда с Лерой. Я отвел Леру домой. А сам пошел на работу сразу. Лера мне уже три раза звонила, чтобы позавтракать. Она не ела вчера с четырех вечера. Потому что у нее болел живот. Почему-то очень сильно. Без причины. И она голодает, ждет меня. А я кофе там сижу, пью. Теревенью, баньки, байки рассказываю. Вот. Хвастаюсь. Что у меня за життя такое? Ну, на самом деле у всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. Как бы там, да? Какой бы не был бы огромный плюс, то, что я хотя бы не в Украине, а во Франции. Все равно есть, конечно, свои минусы. Мы сейчас у Леры дома. Я не помню, было уже видео, где я подствился или нет. Но, по-моему, супер вообще. Мне даже нравится, когда не длинная челка. И просто так вот. Мне даже нравится, прикольно будет. Лера вот такой вот мне свитку откупила, подарила. Еще на день рождения, по-моему. Вот Левкин планшетик. Я с ним сижу, балуюсь. Мы сейчас собираемся. Лера хочет собрать все вещи в рюкзак, потому что я договорился, ну, как договорился, я попросил преподавательницу, чтобы было возможно поехать 8-го числа, а не 4-го в университет. И вся неделя, которая с 4-го до 8-го числа, будет дистанционная. Таким образом я смогу находиться и в Украине, и заниматься. То есть все равно в университет не надо будет идти. Почему 8-го числа? Потому что там самые дешевые билеты, они будут всего 150 максимум евро стоить. А все остальные будут стоить 400 евро. И, ну, как-то так вообще. Очень-очень дорого. Поэтому мы сэкономим половину, даже больше половины, и спокойно приедем 8-го числа. Как раз приедем на выходные, будем еще, сможем погулять, вот, подготовиться там. Экзамен 14-го числа. Сейчас Лера должна собрать все вещи. У нее сумки лежат уже, чемоданы, я имею в виду. Она соберет все вещи. И мы, значит, посмотрим, какие билеты нам нужно будет купить. Потому что я сейчас не знаю, какие билеты купить. Там есть вариант купить билет обычный, эконом, с одним багажом. А есть вариант купить, как я ехал, эконом, премиум, где можно будет выбрать место и тому подобное. Он там на 500 гривен дороже. Но зато можно будет взять еще дополнительный багаж второй на каждого человека. Поэтому вот будем как-то сейчас это вот решать. Лера и котик. Просто. Что такое? Боюсь. Чего ты боишься? Он балуется? Я не знаю. Что оно делает? Я не знаю. Что ты хочешь? Он просто балуется. Он какой-то странный. Реально странный какой-то. Ты в порядке, братуха. И полизал себе. И покусал себе немного. И Лера на постаменте. И котик, который сейчас свалится с него, если дальше будет так дергаться. Что это за писающий мальчик вообще? Это как со стороны. Он сзади тебя, деда. Вот он. Вот он. Он нюхает мою камеру. Не видно нифига, потому что у меня вспышки не включены. О, теперь видно все. Вот он. Смотри. Котик. Что это за писающий мальчик вообще? Где там вообще? Что-то вообще-то в очередь не упало. Он просто сидит ему просто хорошо. Вот. Будем праздновать сейчас. Скоро новый год. Час остался. Лера фотографирует всех. Эти плывут куда-то. Раньше смотрели только видео со мной, а теперь сами попали в видео. С Новым Годом! Вот так справа, там где Херсонская, как стреляют. Там очень мощно. Вот, вот, вот. Вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. За нас! За Ярославку! За Родину! За Украину! За Ярославку! Ура! Ура! С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! 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 Знаешь, такое ощущение, как издалека к нам ближе подходят и подходят. Первый новый ход мы с Лерой встречаем, как мы знаем муж. Веселье полным ходом. Опа, погнали, погнали. Слава Юля. Сергей Михайлович, а вы чего не танцуете? Нет? Ты будешь что-то выставлять? Да. А Слава на ладошке. Слава на ладошке. Ой, какой-то кинковер это ваша. Слава, что там? С Новым годом поздравили? Кого? Ну, вашего ангелочка. Кого? Ангелочка? Ну, этого... Ребенка, короче. Ну, ребенка, да, короче. Так. О, а у меня вот рыбка. Динь-динь. Снимаем. Вытаскиваем подарки. Нет, ну это... что это такое а ну покажите как этим пользоваться а вы будете так делать я бы тумбочку поставил просто я просто тумбочку о бутербродик это самый низкий уровень вот так вот просто тупо мне в один положить овощи а в другой положить да 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 понимаешь насколько в меня верят что я лечиться все-таки нет ну а нет видишь вдруг вы где-то будете ходить если что на какой-то просто пикник пойти а потом еще вот эти вещи вот и вторая пошла что я не видел все-таки даже не понятно но я не видел не видел а не но я но я и и Лер, Лер, отлично. Это все, что осталось от новогоднего задорства и веселья. Ну и вот это, кто-то уже сдался, кто-то еще не сдается. А кто-то уже с ума сошел. Да, избоялся волка. Давай, Кричай, мультик, погоди. А ты куда ушел? Я сейчас вернусь на секунду. Никита. О, Никита, смотри, какой гадный мультик идет. Я не ломаю, я переделываю. На машину? Копика, Копика, на машину. Да, я тебе вам покажу, как надо. А я не знаю, одну я собрал. Это что за реклама? Это возле ДК. Надеюсь, нет. Да нет, сейчас этот камушек поменяет. А фитилек где? Вот. Ну что? Так текать надо. Текать надо. Где ты тут? Вот. Текай. С Новым годом! Красиво будет! Я думал, это будет как будто... И ты все красиво! Ты это... Понимаешь, я когда пришел на базар... И купил самовар. Вот это стоит. И большая штука, да? И стоит большая, а это не... Люди повыгляди... Я говорю... Давайте меня вот эту. А он говорит ой, классная штука. на 19 зарядов. Я говорю, давай, пойдем. Он только мужчину взял, а я видел только мужчину. 460. Я говорю, чего? А я ж дивлюсь, на этой 100 гривен написано. Не понял, чего? Он, а, это, да это 100. А 465, 19, а тут всего 7 штук. Ну все, давай. Кузя, Кузя, хороший, хороший, кузя. Вот такие у тебя крылышки, да? Вот такие вот. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой вооружок. Ну, ну иди сюда, иди сюда, мой вооружок. Ну иди сюда, иди сюда. Да что ж ты, тут целоваться лез, а тебе не лезешь целоваться. Куся, Куся, Куся молодец. Куся, Куся, Куся не хочет танцевать. Вы все смотрите на меня. Куся, 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 Апо все равно на нас смотрит. Куся, 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 Куся. Давай танцевать скорее, скорее танцевать. Это именно не ко мне, а к нему. Танцуем все. Дочь, смотри. А ты так через американскую Story. Я под музыку. Привет, привет. Куся, привет. Привет, привет, привет. Куся, привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Это жизнь. Лера через стол вылазит. Все нормально. Не поможешь? Не надо поможешь. А Кузя тут с коровой общаются. Все нормально у вас тут, да? А ну, скажи корове привет. Привет. Вы что? Скажи привет. 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 Я хотела с этой елей поменять Кузя на. Кузя, привет. Кузя, привет. Я елка. Лера меня обмотала гирляндой, и мы гуляем. Ну, я Леру снимать не буду, но она там, вон сбоку где-то лазит. Короче, все, мы идем домой. Лера мне кофеечек сделала. Салатик не съел. Мы выцелали у родителей Леры салатики. Вон они там, где-то вон окно выключился свет. Вот, и идем домой кушать эти салатики под... Салатик! И сушеную рыбу купим. Да, и что мы будем делать с салатами? Кушаем! Не-не-не-не. Что мы будем смотреть? Гарри Поттера! Ну, мы Гарри Поттера будем смотреть. Гарри Поттера Мне кажется, у моей камеры частота герц просто не такая высокая, как ты кликаешь. Вышли с папой на рыбалку. Гарри Поттера Тупо сонная лощина. Что, есть так? Утка поплыла. Даже не одна. Вон еще. И вон куча. Сейчас. Сейчас меня зацепит еще. Зажимаешь леску. Потом отщелкиваешь, чтобы леска здесь была. Заводишь на салат. Опа. Вот там плюхнуло. Что с ключками оно как-то по-другому надевается. Вот зубя надо было заснять. А у меня удалось только закинуть на эту штуку. Тоже далеко. Тоже далеко. И там она теперь и висит. Приехал, поломал папе штуку эту. Порвал все. Минус одна удочка и уехал. Порыбачили. Нет, это нормально. Пока, знаешь, не пробовать не научишься. Согласен. Ты такой смешной. Охотник. Что скажете? Здесь рыбы нет. Ну хоть одного. О, бедный попался. Высидели. Одного дождались. Он уже все разведнелось. А солнышко вышло. И все-таки одного споймали. Самый дурной бычок из всех, наверное, в этой речке. Сколько мы тут сидим? Ну захотелось ему. Червячка попробовать. Да что ты это? Ты что, снимаешь? Ну да. Бедный, аж глаза вылазят. Я его снять не могу. Ну все, отпускай его. Дай ему поесть. Все, плыви. Иди. Плыви, плыви, не умер ты. Давай, он у тебя червяк во рту. Он червяка боится выпустить. Да плыви, плыви, отпускаем тебя. Господи. Господи. Перепуганный. Да. Ну пока у меня есть свободное время. Засниму видео. Я сейчас забрал наши анализы на ковид. И интернета у меня на телефоне нет. Наушники я с собой не взял. Поэтому чем еще может заниматься человек? Конечно, снимать видео. Значит, очень это странно делать в Украине, потому что люди понимают, о чем ты говоришь. Значит, получается что? Получается, что мы уже с Лерой сдали анализ на ковид. Он очень существенно отличается от французского, потому что во Франции вставляют тебе прямо в горло куда-то, через нос я имею в виду, эту палочку. Тут вставляют просто потерли немножечко нос, потерли немножечко тебе горло, и все, на этом все закончилось. Вот Лера сейчас собирает вещи. Мы уже, получается, послезавтра в 3.35 выезжаем из автовокзала. Всем у нас вылет на самолете. В 7 утра. И в 9.30 что-то вроде этого, в 9.45 у нас вылет из Киева в Париж. Вот. Много надо распечатать билетов почему-то. Когда с Францией едешь, вообще никаких проблем нет. У тебя все на телефоне, все билеты, тебе не нужно ничего дополнительно распечатывать, покупать. Тот же самый тест на COVID тоже. Не нужно ничего его распечатывать тут же. Все билеты мне нужно, блин, распечатать. Тест на COVID должен быть в распечатанном варианте. Идиотизм какой-то, честное слово. С COVID тоже у нас так странно получилось, с этим тестом, то, что мы должны были его сделать, ну, я думал перед вылетом, но я что-то не обратил внимание, что 7-6 число — это праздники, и все будет закрыто. Ну, если 7-е число — понятное дело, то есть это, ну, выходной день, потому что Рождество, то 6-е число, я, честно говоря, просто не подумал, что день будет сокращенный. Хорошо, что я это заранее решил посмотреть, и все получилось, слава богу. Правда, не за 700 гривен, как Лера сказала, что это будет стоить, а за 1200, то есть за 2400 у нас вышли эти анализы. Но это уже лучше, потому что, когда я уезжал первый раз, то я заплатил за анализ за 1-2800, а тут за 2-2400. Ну, блин, уже хоть какое-то, какое-то дело. Сейчас я забрал эти анализы, эти самые по еду Лере не терпешь, ей хочется наесться всякими гадостями перед тем, как приехать во Францию и следить за собой, сесть на правильное питание, питаться только маной небесной и водой. Поэтому я... Вчера мы заказали роллы, сегодня я иду, вон, уже впереди совсем чуть-чуть до Мака. Она попросила купить какую-то картошку или что, чтобы перезванивать, я уже все забыл. Вот. И после картошечки, естественно, еду... Не домой, я еду на работу, потому что я попросил Володю, умничка моя, распечатать мне все билетики и тому подобное, потому что, ладно бы, один билет занимал бы одну... Ну, одну страничку. Так один билет занимает, там, две странички с разных сторон. Короче, вообще идиотизм полнейший. Вот. Заберем эти билетики. И потом пойду домой, чтобы забрать компьютер, который я забыл сначала забрать. И потом уже пойду к Лере, завезу компьютер, подключу, и мы пойдем домой праздновать Рождество. Hello, baby. Это мы. Помаши детям. Ха-ха-ха-ха. Так, ладно, тут не собираются, главное, чтобы не забыли ничего. Потому что никто не вернет. Потому что никто не доставит. Да мне все равно, какая разница. Мы все вместе будем пить капот ваш. Сразу улыбка появилась на лице. А что ж вырустите? Весело. Лера, Кузя, тоже рад, что мы уезжаем. Ну, как рад. Не рад. Не берете лыси другом, раз, еда нужна будет, раз, два, три. О, если что Андрея съедим? Мы ему это серьезно. Нас провожают перчики. Лерочка, я не могу, я пока Андрюшенька любила мою мальчика. Леру нельзя снимать. А у меня вот такие очки новые. Правда, они просто, просто, просто красивые и все. Без ничего. Смотри, я жду. Что ты ждешь? Вот такие минуты, сколько зоны. Раздуло их. Раздуло их. А вон рассвет. Вау. Ты так наклонился в день, где я живу, где я сейчас зарываю. Что страшно? Смотри, я сегодня съела облака, закрашивая, есть небеса. Что, класс? Общаюсь. Лера меня снимает, а себя не снимает. Да. Манда. Мы сидим в аэропорту в Борисполе, сейчас уже началась почти посадка, мы будем идти на посадку. Покажи, что ты купил. Я тоже купил. Покажи, покажи. Ой, какой тяжелый чемодан. Николас. Я предложил тут бутефриль, и вот выдавалось. Я сфоткал Николаса, он говорит, конечно же, да, конечно же, давай. Я вот купил вот львивский, экспортовый. Потому что красивая. Смотри, реально красивая упаковка. А что ты показываешь, что она все равно вверх ногами? Вот. Чисто на вкус и аромат, как говорится, попробовать. Но не мне, а Николасу. Какие новости еще есть на сегодня? Лера Сирун боится всего, что можно все подряд боится. Взлетать боится, садиться боится, и облачка, 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 облачка. На часах сейчас 9 и 8. Восемьдесят и восемь. Мы пошли на посадку. На посадку. Все. Это чебурек. А вот как мы с Лерой спим. Все. Вот наше место. Тут мы вот сидели. Это вот две тележки для сумок. Мы их упаковали. Это Кутлера сидела на вот этой вот сумке. Я вот сидел вот тут вот. Также было вот тут вот. И мы смотрели с ней фильмец. Тут тепленько. И в принципе было удобненько и хорошо. Вот. А сейчас мы будем уже идти на поезд. Лера, скажи пару слов. Да. Пару, я сказал. Да. Да, дважды. Все. Летели в самолете. Лера ни разу не заложила уши. Едем просто в поезде. В тоннель заезжаем. И уже третий раз уши закладывает. Мы сидим, смотрим на меня. Да ты. Да ты. Мы сидим, смотрим видео со мной. Лера на первый раз его видит. Последний, который я записывал. Уже схава на пачку. Почти выпили. И все буду. И... Я вообще надеюсь, меня слышно. Уже я наушниках. Ладно. Мы приехали в Анжи. Лера довольная. Уже чуть-чуть осталось. Побежали. Побежали. Все. Через 20 минут будем уже дома. Вот так вот нас встречают дома. С возвращением фотографий. Бен-веню, Лера. Добро пожаловать, Лера. Сувенир от Нидина. Это Нидин делал. Все. Пошли. Короче. Все. Приехали. Новая кровать. А Ни купила кровать. Лера теперь... Нео. Все. Теперь у меня на видео в комнате еще и Лера появилась. Вон наш бардак. Сейчас Лера будет все это разгребать. Она любит это разгребать. Первый ужин. В новой квартире. Сижу, Лера там наделала. Мы пока перекусили. У меня там дунчик был. Я уже обозрала. Уж если что делать, потому что плакала. Лера плакала. Как не меняемая тут. Потому что... Я не знаю языка. Что я боюсь? Это языка. Крокодилы слезы тут лились вообще. Попросила ее не снимать, потому что... Вся в слезах сидит. Йорк уже. Ой, не могу. Ой, не могу. Все, опять начала облакать. Сидит просто плачет, потому что... Ты так по ней разговаривал с ней, а она мне разговаривает что-то, а я ничего не понимаю. Ладно, на этом видео с каникул заканчивается. Мы приехали, все хорошо. Кроме того, что Лера нычит, как на меня. Мы увидимся в следующем выпуске. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...